краткое содержание рассказа помощь идет бориса житкова если в двух словах то помощь идет этот цикл коротеньких рассказов зарисовок о мужественных спасателях которые выручали людей оказавшихся в сложных экстремальных ситуациях а теперь немного подробнее на льдине зимой море замерзло и все мужчины в колхозе отправились ловить рыбу они погрузили в сани необходимые снасти и отправились подальше от берега в надежде отыскать рыбное место среди рыбаков оказался и андрей со своим сынишкой володей сани на которых находились андрей с товарищами значительно отстали теперь куда ни глянь виднелся лишь искрящийся лед рыбаки сделали лунки и принялись запускать сети день был солнечный пригожий и мужчины работали весело дружно володя не сидел без дела и помогал доставать из сетей пойманную рыбу спустя время на льду образовалось несколько больших горок мороженой рыбы андрей был доволен уловом и сказал что пора собираться домой но его товарищи решили что лучше переночевать и утром опять приняться за рыбную ловлю уж слишком хорошо она шла ночью поднялся сильный ветер оторвал льдину на которой находились люди и стремительно нес ее в открытое море страх сковал рыбаков все понимали что впереди их ждет верная смерть неожиданно в небе показался небольшой самолет из которого пострадавшим бросили мешок с продуктами и запиской о скорой помощи вскоре появился пароход и рыбаки были спасены обвал маленькая валя ела рыбу но подавилась косточкой девочка принялась кашлять из глаз ее потекли слезы мама дала ей корочку хлеба но это не помогло валя стала хрипеть задыхаться мама очень испугалась и вызвала доктора он жил далеко но узнав о беде тотчас сел машину и отправился квали дорога шла вдоль побережья и с одной стороны плескалось море а с другой возвышались крутые скалы неожиданно перед доктором одна из скал рассыпалась на крупные камни преградив дорогу доктор собирался уже идти пешком к маленькой пациентке но за его спиной показался грузовик и шофер пообещал помочь рабочие вышли из грузовика и при помощи насоса быстро смыли обвал в море доктор поспешил квали вытащил щипчиками косточку и рассказал ей о своем приключении наводнение есть такие реки у которых течение может уходить то влево то вправо как раз по такой реке шел буксир с баржами капитана предупредили что река взяла правее едя по старому курсу можно сесть на мель это значило что правый берег оказался в зоне наводнения и всем жителям грозила серьезная опасность как оказалось семья капитана жила в небольшом домике у самой воды и он очень переживал за жену и сына капитан поспешил к своим близким но тут с берега поступил сигнал о помощи на берегу суетились люди которые строили вал для сдерживания реки капитан помог им выгрузив с барж щебень когда опасность миновала капитан послал телеграмму своей семье и узнал что им тоже помогли добрые люди и спасли домик если вам понравилось видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал а еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео